Доброго времени суток дорогие друзья, вы смотрите реплеи по моду Инорад, сегодня мы взглянем на сражение, если я правильно понимаю, двух новичков, Боромира и Рикоса, Мория против Гондора. Окей, я так понимаю, что реплей был скинут с целью, дабы я указал на ошибки, ну посмотрим, может быть матч будет интересный, лишь бы не два часа. Окей, старт в принципе у Боромира стандартный, только он неправильно, разумеется, скрипит и он потеряет весь отряд. То есть, ну, первое, первое это, не используется стена щитов, неправильно используются стойки, ну и второе, самое важное, он не пытается сносить варгов, он пытается сносить крип, разумеется, это еще хуже. Так как, может быть, мечники смогли бы без стойк, без всего прочего забрать варгов с большими потерями, но смогли бы, так-то у них вообще нет шансов. И я вижу, что Рикос, да, Рикос, Рикос, сори, пардон, память моя плохая, делает примерно то же самое. Его проблема в том, что гоблины очень слабые, и тут надо немножко хитрить, чтобы зачистить с помощью гоблинов. Вот он проюзал баф на урон, но он не проюзал, а вот, как раз-таки прям сразу проюзал, когда я сказал, агрессивную стойку. Это могло бы позволить ему быстрее снести варгов, потому что один укус, один труп. И вот-вот она проблема, видите, если бы он быстрее снес варгов, у него бы осталось больше мечников, соответственно, они бы быстрее снесли это логово. Варг бы не успел воскреситься, и он бы его забрал. Так получается, оба игрока потеряли преимущество в криппинге начальное. Боромер играет через ремонт. Никогда не играйте через ремонт. Это не даст вам абсолютно ничего в начале. Ничего. Ноль. Дырочку от бублика. Неплохо потушил своих мечников. Ну, серьезно, ничего. Единственное, что это может дать в какой-то там призрачной вселенной, если вы пойдете на базу к вашему противнику, ну, не прям под крепость, но где-нибудь сюда, и попытаетесь его застроить. Или центр застроить, как-то так. То есть, это в теории может сработать, типа, заблочить проходы, чтобы он не мог вас рашить, но, сами понимаете, рашить через фланги очень невыгодно, потому что долго. Правда, не в случае с гоблином, который может тоннель просто поставить, но это уже нюанс. Так вот, в такой ситуации, возможно, ремонт вам поможет. Если, например, ваш противник увидит, что вы тут что-то строите, попытается снести, вы потом ремонтом себе поднимите здание, может быть, но все равно это плохая тактика, это самая плохая тактика. Гондор всегда должен играть в баф на урон, потому что у него он уникален, и не только дает урон, но еще и повышает скорость бега, что позволит в разных ситуациях героев каких-нибудь убить, имея меньшее количество сил по деньгам, я имею в виду по стоимости. Иногда есть смысл играть в хилл, если вы пытаетесь как можно быстрее выйти в берегонда. Берегонд, кстати, сейчас против гоблинов идеальный герой, потому что он ауешет, но его проблема в том, что у него мало хп, очень мало. Вообще, выживаемости мало, его легко убить. Соответственно, нужен хилл. И плюс, под берегонда всегда берется призывная вышка, потому что его призыв работает на здание. Соответственно, в бою с вашим оппонентом вы не сможете проюзать его обилку, так как у вас не будет здания, разве что вы будете рабочего тащить с собой, но опять же, тогда не получится эффект неожиданности. Для этого берется вышка, она ставится за армией противника вашего, на нее юзается обилка, там появляются стражники, и они всем разваливают. Тем не менее, это неэффективная тактика, но она себя окупает в перспективе, потому что выходит в призыв орлов, которые являются самым сильным скиллом третьего тира в игре, по сути, за исключением некоторых ситуаций, но в целом орлы лучше всего, они просто универсальны, они и против зданий, и против героев, они даже крепость могут снести, если повезет, и так далее. Поэтому они находятся в такой плохой ветке. Но обычно Гондор играет в баф и призыв южных провинций, 4 халявных отряда призываются навсегда, очень даже хорошо. Ладно, ладно, хватит разглагольствовать, проанализируем эту ситуацию. Боромир неплохо так рассредоточил свои войска, но почему-то не стал добивать это здание, а поперся дальше на лучников, хотя мог бы его добить. Кроме того, не стоит недооценивать стойку щитов. Мы видели, что вот этот отряд, который отвлекал всю толпу, он был под стойкой щитов, другие же нет. Так вот, есть разница между энерратом и ванилой в плане стойки щитов. У ванили, или в 2.02, когда мечники проюзывают стойку щитов, они теряют урон. У нас этого нет, так как здание у нас носится медленнее, то и эта фигня была убрана. Поэтому не имеет никакого смысла не юзать стойку щитов, когда вы бьете здание, так как это просто-напросто дает вам защиту от крепости, а крепость огромный урон наносит по мечникам. То есть вы сможете выжить дольше, соответственно, больше шансов, что вы здание пронесете. То есть в этой ситуации Боромир невыгодно разменялся, он забрал только одно здание, а потерял около то ли 4, то ли 5 отрядов. Но в любом случае он снова пушит. Ему надо учитывать то, что его оппонент играет в лучников, сплошных лучников. Первый отряд пауков только появился. То есть любой игрок, который видит толпу одних лучников, должен понимать, я должен строить кавалерию. Это просто без вопросов. Кавалерию сразу же, никаких героев не надо, ничего. Кавалерию. Если же вы видите пауков, вы должны строить копья. Мечниками можно сражаться с пауками, но не очень выгодно. То есть придется больше построить мечников, чтобы пауков снести. Вот. Ну, довольно-таки много денег у Боромира, но он пока строит одних мечников и больше ничего. Отдадим ему должное. Он пробегает с разных сторон. То есть он примерно понимает, что надо делать, он просто не знает, как это правильно делать. Но это похвально. Вот сейчас надо прожать стену щитов. Тоже, если вы только начинаете играть, держите у себя в голове тот факт, что все обилки забинджены по убыванию. То есть практически везде на первой кнопке, будь то казарма и первый юнит, будь то панелька ваших юнитов. Первая обилка всегда это W. То есть вот все эти стоечки легко запомнить. Вам надо прожать W и G, чтобы защитную убить. Это, кстати, баг реплея, то что я могу ему менять. Так, ну посмотрим дальше. Построились копья, молодец. Но он не тратит деньги, у него очень много денег. Учитывая, опять же, что речь идет о спаме, можно построить Гендальфа. Поможет. В это время аж 9 очков уже есть у Рикоса. Он построил Шеллоб. Просто так пехотой ее не забрать. Хотя, пардон. Если окружить ее копейщиками, то можно. У него тоже, кстати, неплохое количество денег у Рикоса есть. Ему нужна коронация. Причем любая коронация. Он пока что делает только лучников и пауков. А в это время Бормир забрал Крип, загрел на себя Троля и ведет его на базу к своему оппоненту. Это забавно. Не хватает ему немножко микроконтроля, я вижу. Построился Горкил. И у Бормира большие проблемы. Потому что два героя очень мощных. У одного из которых есть контроль. А у Бормира нет ни одного героя сейчас. Плюс, даже если он построит, он до сих пор же никого не прокачал. Они уже начинают качаться. Уже Шеллоб третьего уровня. Сейчас легко второй уровень Горкил наберет на этих мечниках. Плюс он Троля может убить. О, не повезло, не повезло. Смотрите, сколько урона вливает. Ему надо переключиться на защитную тактику. Но, конечно, Шеллоб добивает четвертый уровень. Но, блин, это было рискованно. И Бормир еще больше рискует. Потому что его противник может докачаться до Верма. Это изи победа. Вермом можно больше половины ХП крепости снести. Потом просто Шеллоб добить. Да и все. Только давайте обратно посмотрим. Он выбрал баф на урон. Шесть тысяч. Скоро семь будет у него в кармане. Надо их срочно тратить. Всего сто шестьдесят пределов населения забито. То есть даже из этих казарм ничего не строится. Это, однако, неправильно. Давайте мы промотаем. Построился рабочий. Так, возводится у нас что? Ты издеваешься. Не может быть. Это шутка. Он крепость строит. Нафига? Так, здесь Денетор загрейдился, я вижу. То есть покой наместника. Но вот просто нафига? Я понять не могу. Даже вот эти вышки, которые сейчас абсолютно не нужны, они и то больше смысла имеют, чем вторая крепость. Да еще и под носом. То есть, ну, ладно, начнем с того, что крепость не нужна вообще, но если бы он ее построил здесь или здесь... Опять же, я могу как-то это еще оправдать, но... Зачем она здесь? На эти деньги можно было бы построить Боромира и Гэндальфа. Самая халявная комба для Гондора. Встанешь и подрываешь всех. Изи. Вообще изи. К тому же, эти два героя могут, в принципе, как-то противостоять Горкелу. Хотя, по факту, там нужен, наверное, Берегонд и Боромир. Тогда нормально можно сражаться с Горкелом и просто контролить нормально. Построить каких-то более мощных воинов. Типа, например, выйти в Стражи Цитадели или выйти в Элитников, раз уж он Дэн и Тора загрейдил. Но сейчас у него большая проблема. Нет, ну, конечно, он потеряет эту ферму, но зато у него будет крепость, она по 30 монет приносит, как бы, мощно, много, хорошее вложение денег. Я думаю, за 5000 как раз норм. Ну и окупился ремонт. Да, никогда не стоит брать все обилки подряд. Обилки специально сделаны так, что идет как бы древо умений. То есть, чтобы взять обилку за 10 очков, вам нужно сначала взять обилку за 5 очков. Это не просто так, потому что обилки за 5 очков несравнительно сильнее, несравнимо, наверное, сильнее, чем обилки первого тира. Соответственно, обилки третьего тира несравнимо сильнее, чем обилки второго тира. То есть, если мы имеем баф на урон за 5 очков, То скилл за 10 очков не в 2 раза сильнее А намного сильнее Чем Понимаете наверное Думаю большинство понимает Соответственно надо играть в какой-то билд В какую-то ветку определенную А не брать все подряд Иначе вы рискуете Вот как сейчас скоро Боромир Получит верма себе под нос Правда он Прогрейдил крепость Плюс огненные стрелы 4 вышки в принципе могут навалять Верму Но все равно это очень странно Для Рикоса просто надо построить великанов Раз уж противника копался Парочка великанов И у него денег вообще Выше крыши тоже И ситуация будет решена в его пользу Я кстати так и не заметил кого он короновал Оба Точнее не оба А все герои у него были Он потерял гробок А конечно же Где Горкил Стоп Он что Горкил Потерял Любопытно А Боромир в это время Загрейдил Знаменосцев Не всех правда не настачил Но тем не менее Некоторых загрейдил И походу он Не сделал коронацию Он тоже Строит вышки Он наверное не понимает Что у Боромира Ничего нет Боромир все скиллы подряд Выбирал Так что Боромир Не может ничего сделать Там под крепостью Блин Я надеюсь Это не будет тянуться Два часа Потому что Как-то В начале Это было любопытно Сейчас же Это конечно Просто Печальный Матч Воскресились герои Но ему нужны Не герои Ну Много экономики Кстати У Рикоса Как видите У Боромира Ее совершенно Нет Но зато Две крепости Как бы Да Три фермы Ну Рикос Видимо Не понимает Что Не стоит Сражаться С крепостью Которая С апгрейдами У нее же Дичайший урон К тому же У него тут Армия Излучников Состоит Конечно Пока Шелоп Никто не фокусит Она тут Будет накидывать Урон Как видите Довольно таки Неплохой урон Но все же Ой Ее уже Начали фокусить Седьмой уровень Дурбурс Третий Прокачал Вирм Ну Кстати Он Выживет Я его Недооценил Он Выживет Ну Между прочим Окей Рикос Понимает Что надо Делать Я был Неправ Я беру Свои слова Назад Он правильно Делает Все Сносит Экономику Ну И в итоге Бормер Останется Просто Со своими Крепостями Надо Проюзать Смену Позиции Чтобы Вирм Вот сюда Еще Подошел Шелоп Сейчас погибнет Ее бы Переместить Куда-нибудь К тому же Есть телепорт Минус Шелоп Бормер Решил Крипить Самое Время Сейчас Этим Заняться Ну Деньги Получит Нет Ну 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 Как Ну Ты Ты Что Ты Делаешь Нафига Тебе Еще Вышки За Какие Деньги Ты Собираешься Жить Твои Дети Голодают У Тебя Одна Ферма Это Ебучий Дед Дом Им Нечего Жрать Строй Еще Я Я В шоке Просто Он Вышки Построил Ну Зачем Наконец Старик Аздапер Что Ему Нужно Давайте Мотать Потому Что Ну Он Тролями Не Пробьется Как Бы Вышки Перестреляют Один Великан Ну Надо Конечно Много Великанов Чтобы Побыстрее Что У меня Перемотка Зависла Так Сейчас Будет Сражение Ох Тут Еще Бурдур Он Под Крепостью Слишком Близко Хотя Не Все Его Фокусы Походу Только Одна Вышка Его Фокус Всего Лишь Нужно Подхилиться Нет 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 Минус Бурдур Походу Ух ты Он Выжил Внезапно Бурмир Начал Фокусить Троллей Молодец Хилочку Нет Ладно Как же Больно Первый Скилл Позволяет Сожрать Воина И Отхилиться Ну Вражеского Разумеется Ну В любом Случай Великаны На подходе Давайте Взглянем Кстати Что там У Рикоса 5000 В кармане Есть Стоп Он что Крипит Что О Там Еще Один Великан Подошел А Тут Еще Молодец Четыре Великана У него Есть Не хватит И одного На самом деле Просто Кидай В центр Базы Все Больше Ничего Делать Не надо Не Не пошел Кидай В центр Базы Братишка Там Еще Между прочим Скоро Будет Четвертый Тир У него Даже Не надо Бояться Потому Что Тут же Копейщиков Маловато Их Перебьют Герои Сейчас Один Великан От своего Умрет Еще И Гробок От своего Великана Умрет Жесть Минус Гробок Минус Да Ладно Но Рикас Ну Как Можно Так Плохо Контролить Просто Кликни На Крепость Серьезно Но Кликни И Все Обычными Войсками Сражайся Но Это Не надо Быть Кандидатом Наук Диссертации Писать Не надо Просто Кликни Это Не Сложно Ну У него Есть Еще Два Великана Как Сейчас Дурбурс Погибнет 25 очков Еще Одного Очко И Можно Будет Призывать Кое Кого Стоп Он Что В Следующий Что Ли Бросает Крепу По Все Видимости Балрожика Не Будет Нет Нужды А Был Балрожик Но Как Бы Поздно Вот Такие Дела Не Думаю Что Имеет Смысл Подводить Итоги Вы Все Сами Видели Надеюсь Что Оба Игрока Учтут Свои Ошибки Самое Важное Тратьте Деньги Но Не Не Так Как Боромир Не Надо Тратить Деньги На Крепости Тратите Деньги На Войска И экономику В первую очередь Я с вами прощаюсь Спасибо Что посмотрели Мой ролик До свидания Продолжение следует